Вовшоп, магазин продажи игровых аккаунтов и ценностей на разных серверах. Лень качать персонажа? Купи рандом аккаунт и получи шанс, что тебе попадется рандомный бис-персонаж на нужном тебе сервере с возможностью приобрести аккаунт сразу же с редкой вещью. Ссылка на магазин в описании. Каждый год Blizzard делают массовые мероприятия, на которых демонстрируют свои новшества по всему миру. По-иному говоря, Близзконы. На них происходят одни из самых важных событий для всей индустрии Blizzard в целом. И у меня появилась идея сделать ролики про каждый из самых важных Близзконов. Рассказать, как это было, что показали и какие плюшки там раздавали, надеюсь, эта идея вам зайдет. Начать я хотел не с самого начала, а начать с Близзкона, на котором анонсировали, наверное, одно из самых успешных дополнений в Warcraft. Дополнение, которое стало, наверное, одним из самых важных дополнений во всем СНГ комьюнити, так и для всего мира. Речь пойдет о Близзконе 2007 года. Уже не за горами был конец патча Burning Crusade. И многие игроки уже понимали, что вскоре выйдет новое дополнение, которое станет еще более грандиозным, чем БК. И вот, лето 2007 года. Вовсю просветает амокультура, вовсю делаются анонсы крутых игр, и все идет довольно клево. Свет, появляется новость об грядущем Близзконе. Новое сказать, что охренеть, как расфорсилось, это ничего не сказать. Про нее узнали буквально все, и узнали довольно быстро. Весь игровой чат был переполнен сообщениями об грядущих событиях и домыслах о будущем дополнении. Новость настолько сильно расфорсилась, что билеты на это игровое событие распродались буквально в течение часа. Может даже кто вспомнит всякие старые мемы, даже из той же теории Большого Взрыва, где чтобы купить билет, люди ждали часами. Трафик на сайт был ошеломителен, а тот, кто опоздал всего лишь на 10-20 минут, скорее всего на Близзкон 2007 года не поехал. Тогда стоимость билета была 100 долларов. В сравнении для Близзкона 2019 года, билеты, которые начнут продаваться с 9 мая, стоят по 230 долларов за просто пропуск и 750 за полный билет. Это событие происходило в Америке с 3 по 4 августа. Это было второе по счету мероприятие от Близзов. Первое же было в 2005 году, где анонсировали Burning Crusade. Количество посетителей было весьма скромное. 13 тысяч игроков, когда уже в 2018 году их было более 40 тысяч. Стоит к слову отметить, что с 2 по 5 августа в Техасе проводился QuakeCon. А тот, кто жил в нулевых, отлично помнит, как был популярен Quake, турниры по нему и даже банальные дефраги. Так что некоторые, да я бы сказал бы многие, выбирали между Близзконом и QuakeCon. На Близзконе 2007 года было два самых важных события. Первое это Нон Старкрафт 2. Хоть поиграть в него мы толком смогли в 10 году, когда он был полностью готов, но те, кто смог попасть на это мероприятие, смогли первыми увидеть скрыны из новой игры и даже поиграть в небольшую бета-версию игры. Тогда Старкрафт 2 не являлся полноценной трилогией. И он задумался изначально как один готовый продукт. Но уже позже, в 8 году, было объявлено, что будет не один Старкрафт, а целых три, то есть по каждой на каждую фракцию. Но правда тогда он выглядел совершенно не так, как мы его представляли. Он был чем-то похож на анонс третьего Варкрафта, когда он был изначально не таким, как мы его видели. С совершенно другой графикой и немного измененной задумкой. Позже, уже в 2008 году, на Близзконе 2008 года, была показана более расширенная демка, которая уже была гораздо сильнее похожа на тот Старкрафт, который мы видим сейчас. Это было чем-то похоже на анонс третьего Варкрафта, когда изначально задумывалась совершенно иная игра, где более важная роль была предоставлена главному герою. Но от этой идеи был решен отказаться, и был выпущен старый добрый Варкрафт, таким как мы его знаем. Ну и самое важное, что там произошло, это непосредственно анонс World of Warcraft, Лич Кинг. Реакция зала во время анонса этого трейлера была просто неимоверной, а с вашего позволения я оставлю небольшой фрагмент. Кинг-Кrän Кинг-Изь Кинг-Изь Мал-Гаром Кинг-Изь Постой Кинг-Изь СИГ-Ван Событие произвело фурор, и это был, наверное, один из самых ажиотажных анонсов за всю историю Близкона. На нем был показан непосредственно сам трейлер игры, небольшой обзор новинок и футаж по некоторым локациям в игре. Тем везунчикам, которые смогли побывать на Близконе с 7-го года, также получили возможность поиграть в техническую демку. Также было объявлено, что главным антагонистом будет Артас и о новом классе, рыцаре смерти. Мягко сказать, что все были без ума, это ничего не сказать. Что ж говорить, когда не так давно был актуален третий Warcraft, в котором многие благодаря лишь одному Артасу прониклись игрой и вселенной. Еще клевым событием тех времен были соревнования. Хоть уже Warcraft 3 был не очень той новой игрой, но он оставался очень и очень популярным. Был проведен турнир, на котором сыграло 8 лучших игроков мира. Призовой фонд по нынешним меркам был весьма скромным. 17,5 тысяч долларов. Первое место, к моему удивлению, занял не кореец, а норвежец. Получив в качестве награды за первое место 10 тысяч рублей. Уже на том же Близзконе 2019 года планируется уже большее количество соревнований. Если тогда был проведен лишь один большой турнир по третьему Warcraft, то уже сейчас ни для кого не секрет, что на Близзконе 2019 года будут PvP и PvE турниры по World of Warcraft. Так что, в этом плане, вселенная развивается. Не менее прикольная часть ивента, это подарки от Близзард. Каждый год, как какой-то Дед Мороз за 100 долларов, они дарят всякие плюшки. В этом году, это был... Костюм Мурлока. Это было что-то вроде игрушки, которая превращала игрока в Мурлока, на котором был флаг Близзкона. В 2008 году был большой медведь Близзард, наверное, один из самых известных медведей в принципе. К сожалению, в последние годы подарки довольно скромные и, мягко говоря, не очень. Один из подарков за 2019 год в виде раннего доступа к Деннет-магазину как-то не очень. По сравнению с тем же медведем Близзард, который на Амазоне сейчас продается по половине стоимости машины. Как по мне, дух Близзкона в последние годы немного утерян. В следующей части я бы хотел рассказать об самом первом Близзконе, Близзконе 2005 года. Надеюсь на ваш шидбэк. И надеюсь, что эта весьма странная рубрика вам понравится. Ну что ж, ну а по сути на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи!